Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как передает военный источник в сети Facebook, DimaTorzok В городе Дума открылась автозаправка. Напомним, Дума долгое время находилась под контролем джихадистов антиправительственной группировки Джейш Алислам И перешла под контроль сирийской арабской армии, СААО, в последнюю очередь. Благодаря усилиям представителей российского центра по примирению враждующих сторон радикалы армии Ислама наконец приняли условия мирного соглашения с властями И были вывезены на север СААР в середине апреля. Провинция Алипокурские источники заявляют о том, что радикалы отрядов народной самообороны, базирующиеся на окраинах Африна к северо-западу от столицы региона Застрелили по меньшей мере 15 турецких солдат и боевиков вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного агентства Альмаздарнеус, приступили к спецоперации на северо-западе Алипа, заявив, что на подконтрольных протурецкие В силам территориях находится множество спящих ячеек группировки. Таким образом, курдские вооруженные формирования вновь показали свою преемственность по отношению к террористам Исламского государства-1, подпольные группы которых действуют во многих сирийских провинциях Кроме того, ранее курдская организация «Соколы Африна» также угрожала расправиться с семьями боевиков ся, не пощадив женщин и детей. Напомним, также неоднократно поступали сообщения о тайном сотрудничестве между проамериканскими отрядами Курдов и игиловцами. Так, сами курдские бойцы заявляли о том, что обеспечили безопасный выход террористам из раки. Провинция Дейр-Эс-Зор в ВВС Международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, вновь осуществили боевые вылеты в Юго-восточной части Дейр-Эс-Зора. Как передают в сети твиттер-военный источник, в Соун-Дон-Фитч, самолеты Западного Альянса нанесли авиаудары по населенному пункту Ас-Суса. В результате авианалета погибли по меньшей мере тримирных жителя. Кроме того, многие гражданские лица, включая детей, получили ранения. Напомним, бомбардировки коалиционной авиации практически ежедневно приводят к жертвам среди местного населения, поскольку удары США носят беспорядочный характер и зачастую приходится. По жилым кварталам.Провинция Дара после убийства неизвестными исламистами местного врача, являвшегося одним из членов Комитета по примирению, артиллерийские дивизионы и сирийской арабской армии, СААО, интенсифицировали обстрелы позиций боевиков на северо-западе провинции. Дара. Под ударами правительственных подразделений оказались укрепрайона чехс-хадистов террористической коалиции Тахри Рашамбакрес на всех населенного пункта Аль-Хара. Напомним, накануне правительство объявило о переносе даты начала военной операции на юге Сирии. Однако убийство одного из переговорщиков сподвигло силы САР открыть огонь. По данным новостного квартала Аль-Маздар-Неус, между СААО и силами вооруженной оппозиции существует соглашение, согласно которому делегаты со стороны. Неприятеля являются неприкосновенными.Провинция Хама военные источники, связанные с Национальными силами обороны, НДФ, сообщают о новых ударах боевиков на севере провинции Хама. Отмечается, что джихадисты антиправительственного формирования Джейшализа, союзного джип-хат. АНУС-3-1, выпустили несколько ракет в направлении контрольно-пропускного пункта Аль-Залейна. В ответ правительственные войска обстреляли огневые позиции радикалов на окраине городок Афр-Зета, передает в Facebook-канал, Dimashk.nu. О потерях сторон в живой силе. Или военной технике пока не сообщалась.Провинция Эс-Сувейда части Сирийской Арабской Армии, СААО, при поддержке Ливанской военизированной организации Хизбалла готовится к началу второго этапа военной операции в восточной части Эс-Сувейды, ключевой. Целью которой станет полная ликвидация анклава террористов Исламского государства. Напомним, на прошлой неделе игиловцы атаковали позиции сил Сары-Праусадовских ополченческих отрядов в пустынных районах провинции, однако в ходе противостояния были разбиты и бежали к исходным позициям. Многие военные эксперты связывают внезапное появление террористов на данных территориях с деятельностью американских военных на базе Астан в Хомсе. Ранее боевики не раз были замечены вблизи военного лагеря США.1 Организация запрещена на территории РФ. Участники боевых действий на территории Сирии, показать инфографику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова